День грабили метелок Несколько многоэтажек Октябрьского округа топит стоками Из-за этого подрядчики не могут закончить капитальный ремонт, а жильцы парятся в своих квартирах, как в бане Там еще шуба висела, я что-то как-то подзабыла ее убрать, глянула, она у меня сырая, это ужас какой-то Песочница, спортивный тренажер, лавочка и клумбы, а мечи из Ленинского округа подсчитывают убытки после ремонта теплосетей во дворе На районе это самая лучшая была площадка, все было в песке, лавочке, можно было выйти спокойно с ребенком, а сейчас нам все взломали Запутались в квитанциях или не можете найти общий язык с управляющей компанией? В решении таких важных вопросов помогаем мы, редакция программы «Управдом» в студии ее ведущий Владимир Казанин И начнем с хорошей новости В прошлой программе мы рассказывали о стихийной свалке в центре Омска Около гаражного кооператива «Луч-58» Контейнерной площадки там нет, а несколько баков, принадлежащих юридическим лицам, обросли мусором После визита нашей съемочной группы вместе с представителями регионального оператора по вывозу ТКО И обращение в администрацию города отходы вывезли Благодарные члены гаражного кооператива прислали нам вот эти фотографии Очистить территорию пришлось и владельцу Также, чтобы не стимулировать в дальнейшем появление мусора Контейнеры необходимо будет перенести на стационарную площадку для сбора этого самого мусора Столчища и весь Омск Во время общегородского субботника мячи собрали больше 5000 кубометров мусора На борьбу за порядок вышли больше 140 тысяч мячей Работали во дворах, в парках, скверах и на других муниципальных территориях С придомовых территорий мешки с бытовым мусором вывез региональный оператор С площадок в частном секторе управления дорожного хозяйства и благоустройства Крупные древесные отходы и строительный мусор по согласованию с собственниками жилья Должна вывести управляющая компания Губернатор Виталий Хаценко распорядился в течение суток очистить город от мешков с мусором Собранным во время субботника Так что, если заметите нарушения, обращайтесь в нашу редакцию Ну, а тонну мусора собрали сотрудники 12-го канала Совместно с мячами мы приняли участие в чисто субботнике Команды во главе с ведущими нашей телерадиокомпании Убирали парк трехсотлетия Омска под музыку 90-х Горожане поддержали идею и пришли на мероприятия в соответствующих нарядах С каким настроением убирали и какие неожиданные находки ждали участников Смотрите в следующем сюжете И все вместе чисто субботниками С таким драйвом о мяче не убирались, наверное, еще никогда Привычные стереотипы о субботниках летят в прах Ретро-вечеринка в самом разгаре 12-й канал на субботнике бывал И гребли и убирали чистоту Атмосферой пропитан буквально каждый сантиметр парка трехсотлетия Омска Стиль 90-х Наряды, ковры, торшеры, старые телефоны, магнитола и, конечно же, песни На время танцы пришлось отложить Все-таки несколько сотен мячей собрались очищать лес от мусора Боевой дух подкрепляется стезанием между командами Самые популярные ведущие 12-го канала собрали свои чистые бригады Мы в команде красных В общем, очень удобно организовано Видно территорию, которую нужно убирать Большое спасибо 12-му каналу, который организовал это Ну и рады помочь Команд 5 Максимальные местные хоккейные новостные и домовые Соответствуют самым популярным программам холдинга Участником каждой бригады мог стать любой желающий Главное прийти Оказалось, даже расстояние для мячей не помеха У нас приехали из Крутинки, Большевуки, Тюкалинска Омский район Любинский район То есть вот практически со всей области Всего за несколько часов удалось собрать почти полторы тонны мусора Среди него обнаружились и некоторые находки Сотовые телефоны, утюги, детский транспорт и даже чей-то паспорт Кстати, за самый оригинальный артефакт участники получили подарки Не остался в стороне от уборки и региональный оператор, который стал чистым партнером проекта Впервые участвовал в таком проекте Я думаю, что нужно проводить традицию И каждый год проводить примерно в таком формате С какой-то тематикой Помимо мусора мы спрятали специальные предметы Тех, кто находил, ждали отдельные призы Ну сам Бог велел мне найти Это мой парк, я знаю каждый уголочек Между высоких деревьев Лежала специальная плитка Каждый кусочек – недостающая часть большого пазла Логотипа 12 канала Ему, кстати, не страшны непогодные условия Ни тяжелые удары Кусочки картины изготовил генеральный партнер ООО «Сипстрой» Основные направления производства – изготовление керамзитоблоков для строительства Тротуарные и дорожные плитки разных размеров Бордерных камней, а также некоторых декоративных изделий Выгодные цены, красиво, безопасно, надежно Всем гостям «Чисто субботника» компания предоставила скидку на свою продукцию Самые маленькие гости могли собрать и раскрасить свой уникальный скворечник А дети постарше узнали о правильной сортировке мусора Развлекать малышей помогали волонтеры омского педагогического отряда Вообще здорово, настроение шикарное, все танцуют, все пляшут Все радостны, все оделись красиво в стиле 90-х Ну что еще надо? А в конце мы всех будем кормить вкусной кашей полевой Полевую кухню для гостей организовала войсковая часть номер 7543 Есть и часть парка, где уборку мы не проводили Все потому, что наводить красоту на аллее профсоюзов – старая традиция региональной федерации добровольного объединения граждан Программа развития парка 300-летия И вот здесь, конечно, наша небольшая доля лепта тоже профсоюза Мы здесь установили детскую площадку, установили спортивную площадку, вот аллею тут, сделали там дорожку Победителем чистосубботника стала бригада радийных, но остальных это не расстроило Ведь из парка все без исключения унесли с собой отличное настроение и чувство выполненного долга Ну а три недели подряд на организации не может выполнить капитальный ремонт инженерных коммуникаций В подвале дома, что на 10-й промышленной Помещение затопило с точными водами В квартирах на первом этаже стены, мебель, одежда пропитались влагой И вот этим специфическим запахом, кто должен устранять аварию, разбиралась наша съемочная группа Войдите, ощутите, по-моему, что у нас шага Влажность такая Влажность, неимоверно, первый этаж Помимо влажности и запах Запотела? Даже камера сразу запотела Вы представляете, а мы с ребенком в таких условиях уже месяц В квартире Оксаны Андреевой атмосфера, как в бане, влажно и жарко Окна запотевают, поэтому, как только хозяева приходят домой, открывают все настиж Сыростью пропитались стены, начинают отклеиваться обои Повышенная влажность, да, разбухла дверь входная Все это сопровождает ошнотворный запах канализации По вентиляции он распространился уже до пятого этажа Сырость и зловоние исходят из подвала С 3 апреля затоплен подвал уже практически по площадку В доме сейчас выполняют капитальный ремонт инженерных коммуникаций Но из-за стоков завершить работы в подвале не могут уже три недели По квартирам работали, но в подвале приостановили работать В водоканале утверждают, с вопросами жильцам дома необходимо обращаться в управляющую компанию Восточные воды попадают в подвал дома из-за негерметичных соединений на внутрь домовых сетях Но в обслуживающей организации другое мнение Здесь не только вот эти два дома, у нас в поселке дома топят Потому что канализационные колодцы стоят на подпоре Так как не работает центральный канализационный коллектор Нам даже иногда приходится включать воду периодически Потому что подтапливают даже где бесподвальные дома, квартиры Водоканал уже, наверное, на протяжении месяца каждый день подаем заявки Ну вроде как бы приедут, что-то пошрудят, но эффекта никакого Жильцы соседнего дома подтвердили, их подвал тоже затоплен стоками Говорят, от влажности и запаха в квартирах просто невозможно находиться Вещи буквально выжимать приходится Там еще шуба висела, я что-то как-то подзабыла ее убрать Глянула, она у меня сырая, это ужас какой-то В четвертом подъезде мужчина живет, он вообще проблема с легкими Уже в этом месяце ему вызывали три раза скорую А это длится с 27 марта В доме номер два на Первой промышленной и вовсе новые трубы после капитального ремонта По этому версию о неисправности коммуникаций люди не верят Вот он наш этот колодец, в который стекает вся канализация Канализационная вода Когда он сухой, тогда и в подвалах сухой Когда он полный, тогда полный подъезд у нас хватит Нет, очень тяжело Уже приходили наши слесаря, так скажем, управляющие компании Они с этим багром, я не очень, да, с этим багром Туда протыкали проволокой, там все это проделывали Потом подняли, когда, говорит, там уже начало илиться Все же после нашего обращения на место выехали специалисты водоканала После этого, отметили местные жители, вода понемногу начала уходить Раз коммунальщики не могут определиться, кто прав, кто виноват Мы передали информацию о проблеме домов на Первой промышленной в администрацию города Там пообещали держать ситуацию на контроле Владельцы участков, расположенных в СНТ, наконец смогут стать участниками программы социальной газификации Правда, если уже там есть газопровод Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин Газовые сети будут бесплатно проведены до границ земельных участков граждан Какие условия нужно соблюсти и какие документы собрать Мы узнали у заместителя министра энергетики жилищно-коммунального комплекса Омской области Егора Гришаева Послушайте В любое лесодоводческое товарищество можно подвести газ Независимо от того, где оно расположено, например, в городе Омск или за его пределами Постановлением правительства Российской Федерации 484 от 16 апреля этого года Определены критерии, по которым на социальную газификацию может податься территория СНТ Которая входит в состав газифицированного населенного пункта Какие документы необходимо подать для того, чтобы провести газ в садоводческое товарищество? Сам бланк заявления К заявлению должны прикладываться документы Это свидетельство о праве собственности на сам земельный участок и на домовладение Причем домовладение должно быть пригодным для круглогодичного проживания И еще один из документов, который необходим Это решение собственников садоводческого товарищества Для собрания собственников какой процент должны проголосовать за то, чтобы подвести газ? В соответствии с законом о садоводстве Это две трети от численности садоводческого товарищества Куда можно обратиться, если пакет документов уже готов? И, соответственно, куда можно обратиться, если есть какие-то вопросы? Как при подаче любого заявления на газификацию Это единый оператор по газификации на территории Это у нас сайт соцгаз Можно там всю эту информацию узнать более подробно через МФЦ Еще до нас довели примерную форму протокола общего собрания В ближайшее время мы разместим на нашем сайте Минэнерго Омской области Жильцы дома на улице Полторацкого Пожаловались в нашу редакцию на произвол коммунальщиков После ремонта теплотрассы во дворе местные жители лишились детской площадки Территория оказалась перекопанной Песочница и спортивный тренажер сломанными Ситуация разбиралась Наша съемочная группа На месте любимой песочницы теперь руины Сетует юная амичка Софья Васильчикова А сама детская площадка словно поле после пашни Поэтому местным ребятишкам в первые теплые деньки весны и погулять оказалось негде Где сейчас им бегать, ноги ломать, что им делать, где тут все в дырах, все в яму Для того, чтобы просто отдохнуть и посидеть на лавочке Местным жителям теперь приходится преодолевать вот такие горы грязи Естественно, что после дождя здесь все размывает и все превращается в месиво Да и любоваться на такой пейзаж не очень-то приятно Это будет грязь, это будет постоянно и дворники возмущаться, и технички в домах тоже будут возмущаться Поэтому вот то, что натворили, не то, что натворили, а то, что сделали, надо привести все это в порядок Археологический пейзаж во дворе дома 49, дробь 1 на улице Полторацкого – результат работы специалистов тепловой компании Осенью прошлого года коммунальщики меняли трубы И сейчас здесь огорожена сигнальная лента, тепловая камера Ущерб, говорят местные жители, не только моральный, но и материальный Кроме песочницы сломан спортивный тренажер, клумбы, ограждения, лавочка Пять тонн песка, вот просто пять тонн мы завозили тоже на свои деньги Ну, управляющая компания с машинами помогла, нам это сама организовала То есть вывоз вот этот и все засыпали Вот таким слоем где-то вот было песка С торца дома из-за земляных работ повредили асфальт, устраняли порыв на тепловой камере Раскопали, тепловая компания, тротуар тоже нарушили, плиту вот эту положили, плиту, землю привезли, засыпали То есть, ну там в подвал было уже, вот как бы раскопали, раскопали тут и была яма большущая И так вот полтора года вот это все лежит В тепловой компании уверяли, что благоустроили поврежденный участок Но все же после визита наши съемочные группы пообещали вновь обратить внимание на двор дома на Полторацкого До 17 мая 2024 года представители компании выйдут на место для обследования выполненных работ И на основе полученных данных примут решение о необходимости дополнительных корректировок, если потребуется Малые формы, асфальтовое покрытие, бордюры, поребрики и другие элементы благоустройства Все, что сломали во время работ, коммунальщики обязаны отремонтировать или компенсировать людям ущерб А это территория дома номер 6 на улице Бородина Зимой здесь был серьезный порыв на теплотрассе Пришлось раскопать асфальт прямо на парковке Жаловались автолюбители, жаловались жители дома И вот сейчас здесь начались восстановительные работы На этом объекте дан старт новому сезону восстановительных работ Сотрудники тепловой компании приводят в порядок места, где в течение отопительного сезона производили ремонт коммуникаций До этого, если авария произошла в период с 15 октября до 15 апреля, выполняют благоустройство в так называемом зимнем варианте Зимний вариант подразумевает после раскопки и устранения аварии Мы засыпаем песком и грунтом и постараемся на проездах и тротуарах щебенить, чтобы людям было как проходить В первую очередь работы будут проводить в местах с наибольшей проходимостью Продлятся они до осени В этом году в тепловой компании планируют отремонтировать около 400 поврежденных участков Как отстоять свои интересы в спорах с представителями управляющей компании, ресурсоснабжающей организацией и чиновниками? Сложно, но можно А поможет нам в этом постоянный эксперт нашей программы Никита Дюкарев Здравствуйте, Никита Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые телезрители Нина Бекишева, проживает на улице 5-я линия, спрашивает Мы живем в частном доме, соседи начали строить бань буквально в полуметре от нашего забора На замечания не реагирует, говорит женщина, как быть? Согласно строительным правилам размещения хозяйственных построек от границы участка должно быть не менее 1 метра В вашем случае необходимо обратиться с письменной жалобой в МЧС с требованием проведения проверки по данному факту Если в ходе проверки будет обнаружено, что нормы нарушены, то вашему соседу предпишут эти нарушения устранить Также вы можете обратиться с иском в суд к соседу с аналогичными требованиями Но это МЧС выложили в социальных сетях гневный пост Пишут, что на улице Булатова уже месяц бежит ручей чистой воды Асфальт разрушается На остановке улицы Булатова уже подмыло колодец и образовалась яма На звонки в аварийной службе никто не реагирует Куда можно обратиться в такой ситуации? В первую очередь необходимо обратиться с письменной жалобой в администрацию вашего округа С требованием проведения проверки Сотрудники администрации должны будут установить лицо, которое ответственно за данный участок сети И обязать его данные нарушения устранить В случае, если обращение в администрацию не возымело никакого эффекта То вы можете обратиться с письменной жалобой в прокуратуру вашего округа Иван Бороздин спрашивает Я живу на верхнем этаже в пятиэтажке И у нас постоянно открыт чердак Управляющие компании на замечания не реагируют Куда пожаловаться? Согласно постановлению ГУСТРОЯ номера 170 Чердаки должны быть закрыты для предотвращения доступа в них третьих лиц В вашем случае необходимо сначала обратиться с письменной претензией Управляющую компанию с требованием устранить нарушения В случае отказа либо бездействия управляющей компании Необходимо обратиться с письменной жалобой в ГИЖИ и Омской области ГИЖИ проведет проверку и в случае установления нарушений Предпишет управляющей компании их устранить А этими фотографиями Амичи иллюстрируют плачевное состояние своей детской площадки Турникам уже 40 лет, краска облупилась Кто должен следить за состоянием детской площадки во дворе? Если детская площадка находится на муниципальной территории И общее собрание собственников не приняло решение о принятии данной площадки в общую собственность То данную площадку должна содержать местная администрация В вашем случае необходимо обратиться с жалобой в администрацию вашего округа С требованием осуществить содержание данной площадки В случае отказа администрации вы можете обратиться с жалобой в прокуратуру И обжаловать такой отказ, либо обратиться с теми же требованиями в суд Ольга Мирославская спрашивает У нас в квартире произошла коммунальная авария В УК говорят, что вина наша, потому что негерметичное соединение в трубе А мы считаем, что топило из общедомового стояка Как выяснить, кто прав, кто виноват и найти правду? В данном случае необходимо обратиться с жалобой в ГИЖ и Омской области С требованием проведения проверки В ходе проверки должно быть установлено, в чьих границах ответственности находится затопление И в случае, если авария лежит на сетях общедомового имущества То ответственность за затопление будет нести управляющая компания Спасибо, Никита, за подробные ответы До свидания, Владимир До свидания, уважаемые телезрители Ну, а я напоминаю, что свои вопросы вы можете задавать по телефону редакции И в группах в социальных сетях Присылайте нам фото и видео своих проблем Так мы сможем быстрее разобраться в ситуации А на сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok